ну это дорога к парку победы по тротуару сюда на сегодняшний момент пройти невозможно то есть ищите другие пути хотите по аллейке а потом по тропинкам протоптанным но тротуара нету то есть реально подход по проезжей части но вот в таком состоянии вместо входа в парк но у меня зонтик широкий сейчас я его немножко закрою проходим ну там вдали я вижу происходит мероприятие но сейчас мы пройдемся везде здесь все вычищено вот вход здесь кассы были но их уже нету ничего нету ну туалет открыт я спускался ну в принципе чисто тут тяжело что-то сказать плохое вот все что происходит дальше здесь такие столики для наших любителей шахматы шашек оставили такую площадочку наши старинные качели я их помню еще 70-х конца 60-х годов наверное они не менялись с тех пор но я их такими помню вот они такие были такие есть здесь уже установлен сразу за качелями установлен уже стационарный забор то есть если прошлые года здесь какие-то были карусели то их на сегодняшний момент нету наш знаменитый сюрприз помню на 1980 год я будучи студентом здесь проходил как тогда называлась эта практика по благоустройству парка и вокруг я занимался благоустройством вокруг этого сюрприза но вот на сегодняшний момент он в таком состоянии не знаю ездит он не ездит еще раз я в восьмидесятом году здесь занимался благоустройством по моему он тогда был и установлен ну чертовое колесо стоит не знаю что будет с ним будет ли она работать но вот эта площадка где раньше были карусели вот что здесь сейчас происходит но это наша именитая танцплощадка куда весь город приходил в семидесятых как сейчас помню на танцы да и восьмидесятые захватили именитые музыканты здесь играли на сегодня именитые но и тогда они были уже с именем все как было ничего не меняется увижу батуты эти все настраиваются на работу но к сожалению плачевный вид но и видим еще прошлом году прошлом позапрошлом моя лиза возмущалась генделики с пивом реклама пива оболонь зибер здесь будут обязательно но это наше спевочие поле смотровая площадка на него спускаться туда даже не хочу и показать вам тем более мои друзья виртуальные друзья делали репортаж показывали в каком состоянии плачевном это все лавочки поломаны никому она оказывается на сегодняшний момент не нужно к сожалению идем дальше но это наш фонтан вот в таком состоянии сейчас еще идем дальше ну а это наши пресловутые веселые горки я их называю американо-полтавскими горками суть их такова что они настолько устаревшие что если вы пускаете сюда ребенка адреналин удваивается то есть если вы даже будете стоять со стороны вы будете нервничать по одной простой причине здесь не только скорость какая-то но и реальная возможность того что эта горка в любой момент рассыпется я лично боюсь сюда сам ходить и ребенка своего я не пускаю это достаточно опасно сколько им лет я даже не представляю себе здесь тоже были рядом с горками карусели но и гендел их был все в результате исчезло ничего нету я не знаю что открывают сегодня чем они детей хотят радовать ну и наконец единственно безопасный относительно безопасный в реалиях нашей жизни аттракцион это вот такая детская площадка единственное что может хоть немножко детей порадовать жесть все остальное вы видели сами как обычно был я с вами александр демидович 27 апреля 2018 года александр интервью